Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем опыты с волновыми свойствами звука, в которых используются ультразвуковые передатчики и приемники. В прошлых двух роликах я уже показывал интерференцию ультразвука от двух передатчиков и его фокусировку с помощью зонной пластинки Френеля. И в комментариях к этому второму ролику многие просили нас попробовать сделать опыт с получением пятна пуассона Араго от круглого препятствия, чем мы сейчас и займемся. Теперь мы поговорим об истории открытия этого пятна, поскольку она достойна того, чтобы о ней рассказать. Дело происходило в 1818 году. Французская Академия наук объявила конкурс «Работ, объясняющих свойства света». И на этот конкурс была подана работа Агюстина Френеля, в которой свет рассматривался в рамках волновой теории. Одним из членов комитета жюри был Пуассон, который внимательно эту работу изучил и показал, что если следовать принятым Френелем принципам, то тогда оказывается, что позади круглого препятствия свет от точечного источника с противоположной стороны в теневой области, в самом центре ее, должен давать достаточно яркое пятно. Но такого быть не может, сказал Пуассон, ведь это абсурд, значит и работа тоже абсурдна. Но председателем этой комиссии был еще один известный физик Франсуа Раго. Он сказал, нет, мы должны проверить эти предсказания. Сделал такую маленькую, маленькое препятствие круглое, размером всего в 2 миллиметра, обеспечил точечный источник и у чуда как бы и Раго и Пуассон увидели, что там в круглой тени, в центре действительно есть светлое пятнышко. И этот опыт, ну и тогда послужил и с тех пор рассматривается как одно из таких очень важных доказательств волновой теории света, после которого она стала общепринятой. Световым пятном Пуассона мы займемся как-нибудь другой раз, а сейчас мы продемонстрируем звуковое пятно Пуассона, поскольку звук это тоже волны. И с этой целью была собрана вот такая установка. В ней имеется передатчик и приемник ультразвука, работающий на частоте 40 килогерц, чему соответствует длина волны чуть больше 8,5 миллиметров. И передатчик закрыт от приемника вот этим диском, ну радиус которого в семь раз больше длины волны, так что здесь за диском должна образовываться звуковая тень. Но мы ожидаем, что в самом центре, туда куда показывает вот этот прямой стерженек, будет находиться, как это сказать, громкое или яркое звуковое пятно. И когда мы совместим приемник с концом этого стерженька, в этот момент мы это пятно и должны обнаружить. Итак, мы начинаем эксперимент. Сейчас приемник стоит в 5 сантиметрах от оси установки. И мы видим, что какой-то сигнал здесь тоже есть. Дело в том, что длина волны всего в несколько раз меньше размеров диска. Ну и поэтому за диском имеет место дифракционная картина, на которую мы сейчас посмотрим. Начинаем приближаться к оси. В каких-то местах сигнал совсем пропадает, потом он появляется. Вот я подхожу все ближе к оси. Сигнал пропадает еще раз. Теперь я уже близко. И посмотрите, как он вырос. Сейчас мы установимся напротив оси. И надо еще учесть, что амплитуда выросла, например, в 3 раза. А квадрат амплитуды при этом вырастает в 9 раз. То есть интенсивность становится в 9 раз больше. Так что пятно достаточно характерно выражено. Теперь я ухожу от оси. Сигнал снова то слабеет, то усиливается. Мы имеем дело с дифракционной картиной. Но уже по другую сторону от оси. А в целом, конечно, это такие окружности. В каких-то местах громкость увеличивается. В каких-то местах ослабляется. А мы прошли через окружность по ее диаметру. А теперь мы объясним, как возникает пятно плосона. Здесь у меня изображен круглый экран. И на его оси источник и приемник. От источника расходятся сферические волны. И я изобразил такой фронт волн, который опирается на края экрана. А теперь мы берем и из приемника проводим сферы. Одну опирающуюся на края экрана. А все следующие, их радиусы, больше предыдущей, на половину длины волны. И таким образом фронт делится на участки, которые я пометил красным. Они сфазированы друг с другом. И черным. Они тоже сфазированы друг с другом. И находятся в противофазе к красным участкам. Ну и соответственно. Дальше нам нужно найти вклад всех этих участков в интенсивность света. Ну или соответственно в нашем опыте звука. В точке, где находится приемник. Ну, мы будем рассматривать их парами. Каждый красный и каждый черный. Из-за того, что черный находится несколько дальше, чем красный в своей паре. И несколько сильнее наклонен по отношению, так сказать, его нормаль и направление на приемник. Угол становится все больше и больше. Вклад черного в этой паре чуть меньше вкладов красного. Ну и таким образом у нас. Эта пара дает некоторый вклад. И следующая пара дает некоторый вклад. И следующая дает некоторый вклад. Так что эти вклады такие все-таки суммируются, не оказываются равными нулю. Ну, именно поэтому здесь в точке приемника на оси и наблюдается в оптических опытах свет, а в акустических опытах звук, некоторой ненулевой интенсивности. Хотя приемник и закрыт экраном от источника. А еще мы сделали опыты с тремя разными дисками. Самый большой сейчас стоит на установке. Опыт со средним диском вы уже видели. И еще есть вот такой диск, самый маленький. И сейчас мы посмотрим, что у нас получилось. На этом графике показано, как распределялась интенсивность по радиусу в опыте с самым малым кругом. И радиус центрального пятна составлял здесь около 1 см. Когда мы сменили круг на средний, интенсивность в центре даже несколько подросла, ну, а радиус пятна пуассона стал меньше. А когда мы взяли самый большой круг, радиус пятна стал еще меньше. Ну, вот правда, интенсивность упала по сравнению с предыдущими опытами примерно в два раза. Ну и спрашивается, почему уменьшался радиус пятна при увеличении радиуса экрана? И почему в опыте с самым большим экраном интенсивность пятна стала меньше, чем в двух предыдущих опытах? Ваши соображения на этот счет пишите в комментариях к этому ролику на ютубе.